Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Статья, которая озвучена, называется Графоман. Написана она 7 марта 2011 года. Итак, начинаю. Графоман – это я. Зайдя на один из спортивных сайтов, высказался там по поводу одной темы, не важно какой, это не принципиально. Через несколько дней получаю ответ. Вердикт ответившего на мой пост – Графоман. А реакция на содержание моего сайта – бред невероятный. Так и повеяло от моего «суди» такой далекой и такой близкой совковщиной. Далекой потому, что уже целое поколение выросло вне этой радости. Близкая же потому, что носители ее не только цветут и пахнут, но и передают философию своей «успешной» жизни отпрыска. Вы думаете, что меня это зацепило? Нисколько. Унижений и оскорблений, значительно более крутых, в том числе и матерных, я наслушался предостаточно. Почему тогда пишу об этом? Причина очень проста. Хочу обратить внимание слушателя на, как мне казалось, почти забытое явление – приклеивание ярлыков. Причем те, кто этим занимается, даже не собираются обосновывать свои вердикты. Представьте, что вы занимаетесь чем-то уже не один год. Получили признание в виде регалий, высоких должностей. И тут появляется человек, который это что-то опровергает, давая ссылку на источник аргументации опровержения. Как вы себя поведете? Обязательно найдутся те, кто воспримет это враждебно. Их неприязнь и даже ненависть появятся, если они будут бессильно опровергнуть опровержение. Увы, очень часто потеря личного комфорта важнее самой истины. Агрессия, как правило, следствие бессилия, беспомощности. Я бы с радостью ознакомился с аргументацией опровержения. И если бы не был согласен с оппонентом, то выдвинул бы свои контраргументы. Почему с радостью? Потому что только так можно отшлифовывать свои взгляды на футбол, свои идеи и принципы. Если бы мой оппонент оказался бы прав, то поблагодарил бы его за критику и замечания. Как же можно не благодарить человека, если с его помощью вы скорректировали свои идеи, ликвидировав все ошибочное. Но если вы не благодарите за небезосновательную критику ваших идей, то, похоже, идеи у вас вторичны. А первичен личный комфорт, материальный и духовный. В единогласии гибнет все, в том числе и целые страны, целые империи. Если нет разногласий, нет жизни, нет движения, нет прогресса. А безапелляционное приклеивание ярлыков мы уже проходили. По скриптум. Со дня написания этой маленькой заметки прошло несколько лет. У моих оппонентов что-то поменялось? Улучшилось качество их плодов праведных? Национальные футболы постсоветского пространства полезли вверх по рейтинговой лестнице, сбрасывая с нее Аякс, Ливерпуль, Атлетика, Барсу, Реал? Что нет? Да, видимо, с деревом проблемы, которое являет нам эти плоды. У меня все, господа.